доброе воскресное друзья накушались каши строим планы на день поедем на озерцо наверное купаться жарко на улице я не знаю мне даже на солнце выходить не хочется какое-то солнце не заметили или мне кажется оно прям жгет оно обжигает нет бывает когда солнце такое теплое там да припекает немножко сейчас прям обжигает не знаю кожа попадает на солнце бля обжгет конкретно мне кажется будто там тюрьмоядерное пойдем на озеро сядет в тюрьме загорать не хочется вообще абсолютно девок вынесли на террасе потому что домой в комнате у тимура тоже душно бетон пока прохладно еще с утра не нагрелся на траву выносить не получается там солнце уже везде положили здесь травки насыпали пускай хоть так наслаждаются и вы тоже наслаждаетесь а что вы с ней сделали нет вы ее замотали саж и не наберлила на улице и пила воду потом намочила очень мило помни как жарко у нас а ты чё так не делаешь если так уж жарко не так жарко тебе не так жарко собрались собрались Артем уехал на скутере с Феной поэтому мы на легкие у нас мало нас только четверо а мы коротко на пару часиков я сейчас думаю что мы на платное озеро поедем в Дзюрен но Саша говорит если на платное там уже подольше с утра надо было там получше места занять там знаете надувную эту штуку свою взять но если уже едешь подальше и за деньги то уже по полной использовать в этот момент так скажем даже днем там приедешь там еще очередь на вход а мы решили по-быстрому куда вышвайлер ну кто-то местный тот знает как речка называется Блауштайнзей да? ну мне она не нравится она да озеро оно холодное оно мутное мутное холодное тут тоже мутное разве нет ну в общем едем в мутное озера купаться я купальник не брала ты плавки взял? нет специально не мало? я не буду купаться в этом мутное купаться едут дети короче дети едут купаться а мы и наблюдать за детьми но по пути мы хотим заехать на третель в лошадный рынок и попытаемся вернуть мои часы мы хотели на прошлой неделе сделать а не было рынка а не было я смотрела в интернете не нашла а не было наверное хотя обычно каждое воскресенье ну в общем попытка не пытка как говорится но единственное что сейчас он в другом месте этот рынок надо еще найти этого продавца а когда у себя не было цели запомнить знаешь как бы можно и не узнать скажем так не нашей славянской внешности ну да и такое ощущение что они на одно лицо вроде все ну плюс минус в общем будем искать как говорится делайте ставки получится у нас не получится я настроена скитически не знаю а Саша настроен настроен посмотрим как будет главное еще с лишним это еще не купить знаешь как на третель зайдешь с целью вернуть деньги и товар а наберешь у меня в голове сидит еще я не знаю кожу черепа туда смущает ну череп да ну ладно может быть у Саши по жизни был принцип не носить черепа не на черт не знаю я символик да с черепами я не нашел а тот бах тебе кошелек понравился что я сейчас уеду отсюда нормально припарковаться это короче целый аттракцион человек просто заехал сюда и сразу на парковку хотя мы стояли ждали я к нему подхожу говорю чувак ты не можешь сюда встать потому что есть очередь да да мы сейчас уезжаем я ему даю место уехать и он тут же паркуется сюда прикинь ну как так можно не знаю или я как-то живу неправильно или вот вот просто объясните мне эту ситуацию и вот он и в очередной раз жалеешь что ты в Германии иначе разобрался бы да я просто въехал бы ему сразу по харе бля прямо вот там вот на месте бля просто через стекло бля а тут ничего не сделали а я прям вижу как Саша закипает и пытается себя успокоить успокоить Александр по человечески да есть же очередь уважайте других другие же тоже приехали стоят а тут другая история смотрите вот там мест полно но вот здесь стал вот этот вот на беленькой машине и не каждый может здесь завернуть и не каждый может здесь завернуть только узкая машина потому что у него там возле стенки огромное расстояние в общем паркуются как хотят а других не думают это просто жесть поэтому на машине сюда ехать сплошной стресс тогда пешком надо было? на скутере вдвоем с папой но мы решили по пути все сделать сейчас главное пока Саша дойдет до часов чтоб он успокоился иначе я уже чувствую его беседу в общем он был готов поменять на другую модель деньги возвращать не хотел а он бы я деньги дал себе если бы я начал на него грузить я уже я тоже держался и видно что у него тоже настроение сильно испортилось и он такой весь на нервах но он был готов чтобы панику не устраивать поменять там или еще что-то и я в итоге думал взять другие часы миланки думали взять потом подумал нахрен такие часы дай милану да часы мы уже посмотрели взяли наушники но эти работают такие брала себе Таня ну не такие у меня с этими с насадками здесь а это без а это без насадок? это старее или новее модель не знаю в общем но они хорошие вот у меня которые похожи ты уверен что не без насадок? видишь? тогда они даже хорошо может ну не знаю посмотрите короче ну во первых их телефон распознал как оригинальные и дал мне полгода бесплатно пользоваться приложением этим во вторых действительно качество звука меня устраивало в отличие от картинки на этих часах так арбуз берем? давай возьмем наверное выглядит так аппетитно арбуз четвертинки ножик есть у нас на велике не поедешь и почему? почему не поедешь? шлем одевать еще его такое ухо как бы люди будут замечать и жаловаться а так я еду все не могу это не намек скажи это прямой текст да? четвертинку или половинку? я думаю четвертинку не а? хотя нас много нормально плюс-минус на пляже у нас достаточно хорош парень потянет? потянет ужас какой-то на рынке жара людей много рынок вообще не тот когда мы с Сашей приехали и ходили чуть ли не каждые выходные как-то не ну были вот эти вот такие коммерческие ларьки там у них только зарождались наверное зарождались нет довольно много было но как-то не знаю но сейчас такое ощущение будто бы пополам знаете половина на половину потому что раньше много именно немцев свое продавали там реально за копейки попадали ну рынок зарождался как глашины люди продавали свои вещи старые вот изначально исторический рынок был именно таким и это была его идея постепенно начали носиться ларьки лавочки вот это все турецкое не турецкое вот это вот китайское всякое скупают варахло подешевле здесь продают подороже и этот рынок превратился уже не в блошины а какой-то ну просто рынок и теперь все остальное на фоне уже теряется так атмосфера какая ты идешь просто во-первых ты немцев почти не видишь ну вообще минимально и вот это ощущение такого знаешь когда ты идешь где-то на восточном рынке только смотришь за своими вещами чтобы что-нибудь интересное или что-то где-то не в паре не-не вообще я что-то как-то когда ты постоянно ходишь ты не чувствуешь а вот мы как не были год или два ну и в прошлом году это раз или два всего были один раз наверное и это очень ощущается прям желание никакого не туда больше ехать абсолютно это все можно заказать в интернете дешевле просто подождать да если тебе надо а то и лучшего качества еще и вернуть можно в интернете если не из Китая ой еще такая жара на фоне всего этого люди из-за жары знаете тоже взвинченные мы кстати с тем мужчиной который вот припарковался и выехали тоже вместе так странно как-то выглядело везде где мы хотели он возле нас везде терся и мы пошли на выход и он тоже на выход да да и мы пришли к машине и они пришли к машине сразу же буквально ну за нами шли просто я обычные лица так хорошо не запоминаю но тут что-то мне запомнилось именно вот который водитель был и где мы не идем вечно он где-то на горизонте мелькает думаю ничего такое хотя мы там петляли мы же шли быстро искали именно конкретно то что нам нужно в общем не поняла я что это было за нами следят может он там сзади не едет Саша может быть просто я ему хотел помочь улучшить его день ну ладно не стану этого делать потому что он рядом расшивался постоянно ну он ведь не чувствовал твои намерения да да есть такая ждущика волшебная которая делает настроение веселей если ты его использовал кому-то это не шило никакое ничего просто вообще кто помнит я уже пользовался кто помнит сколько там лет назад мы ездили на ярмарку и место не уберегла ничего не уберегла Натаню прям наехала машина конкретно она Саша говорит стой я сейчас развернусь приеду парковаться я стою и машина прям наглую просто задавна меня едет но Саша говорит я так не могу оставить это да нет дело в том что там парковка была сразу я мог по идее на нее заехать но я не стал этого делать потому что была сплошная линия там двойная сплошная да двойная сплошная я говорю Таня я развернусь сейчас а ты пока постой ну там рядом буквально я на эстафоре развернусь и сейчас подъеду я пока поехал разворачиваться какой-то черт через эти линии двойную сплошную проехал проехал прямо на траву Таня стоит на траве и он ее давит задом это уже мне Таня потом уже рассказывала я даже видео помню снимала нет я хотела но я в этом состоянии вот этом шоковом я не нажала нужную кнопку просто я просто была я не знаю я не думала что такое вообще возможно а он понимаете Таня стоит а он задом на нее и прям вот ну Таня отходит конечно Таня же не хочет он на нее навредил я шаг отойду он опять тут реально прям выдавливает ну такой ничем не возмутимо Таня говорит алё ну типа что вы делаете по идее Таня могла стоять он мог даже к ней просто прикоснуться нет я какое-то время стояла ко мне там подбежали что я блокирую движение что там собралась пробка там действительно собралась из-за того что он не мог припарковаться и для меня общее давление оно как бы да сыграло свою роль ну а потом он после этого замечательно стоял на аварийках и ждал эвакуатора мы поехали домой он бегал с полицией с полицией что-то он там да вызывал вообще что-то было весело я думаю что у него был веселый день порожек к сожалению не дашь да Германия вот такая вот ситуация у нас в Латвии было проще я не знаю как там сейчас но было проще просто вытаскиваешь машины и херачишь конкретно по харе так чтобы запомнил всю жизнь чтобы больше не было вариантов задуматься правила нужно соблюдать движение дорожного да а вот люди чувствуют безнаказанность ну и тем временем Милана уже распаковала наушники ну да мы просто не сильно следим и в теме но это первая модель такие оригинальные сейчас в магазине 120 евро стоит 115 по сути он опять впарил по сути опять впарил да потому что у него там были посвежее модели ну так выглядит довольно качественно хорошо сами наушники такие знаете не просто вот такой ну такие увесь ты нормальные я думаю что наушники будут хорошо работать и то что они без резиночек может быть в чем-то даже и плюс потому что ну с резиночками нужно по духу подобрать еще суметь да у меня только самые маленькие подходят в общем протестируем и узнаем ну это лучше чем те часы нафиг надо блин туда покупать заезжать такая хрень как кстати мы не нашли моего ну мы так сильно не искали так пробегая пару местов 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 вы поняли жарко да пару мест короче так оглядели Артем уже свеный там на озере сказали людей просто жесть не знаю в теньке будут ли места слушай я предлагаю знаешь что припарковаться на той стоянке на первой и пойти пешком вдоль берега только в другую сторону не на центральный пляж а там где есть тенек лесок там есть другие пляжи Там, где официально купаться запрещено. Ты подумай, где детям комфортнее будет купаться. Наверное, на хорошем пляже. Там нормальный пляж. Начиная с берега, он нормальный. Просто у берега он не облагорожен сильно. Там трава есть чуть-чуть. Но там свежей будет, там будет тенек. На дом ты запаришься. Я предлагаю идти сначала на центральный, все-таки припарковать нормально. И там просто вдоль пойти и справляться. Нам далеко придется идти просто. Ну, а Артем там сидит. Ну, и что? Пусть идут. Придут, нам и захотят. Ну, вот озеро движуха людей. Просто море. Хип-хоп Амзи. Когда будет? 11-го. Было уже июня. Фестиваль какой-то, видишь, был? Хип-хопа. Здесь половная парковка? Что-то я здесь не вижу синих камней. Искать надо, темно? Сейчас Артему надо будет найти. Артему проще. Артем где-то здесь поставил, наверное, да? Ага. Я Артем потом не видела. Не, не видела. О, что ли, какой. Трехколесный велосипед. Ладно, пошли, выгружаемся. Осталась задача не из легких найти Артема. Кошмар. Тут просто... Просто кошмар. Теперь я понял, теперь критично. Илана с Тимуром уже пошли в воду. Сейчас я вам покажу, как мы расположились. Смотрите, вот просто... Просто вокруг люди. Там Артем впереди нас. Ну а что сделаешь? Сейчас потрогаю водичку. Я уже представляю, какая. Я думаю, освежающая. О, ну нет, не так страшно, я вам скажу. Правильно? Такая жара столько дней стояла. Я, кстати, думала о том, чтобы взять термос. Я вообще стаканчики забыла. Надо было взять термос, бутиков наделать. Да, в тенечке здесь хорошо было бы. Ну, знаешь, я тебе скажу, Саш, вода ничего такая? Нет, хватит. Ну, если у Чей сейчас столько жара стояла. Мне она не по температуре. Мне она не по температуре. По ощущениям, что заходишь и непонятно что-то на дне, да? Она как-то мутная, понимаешь? Мне тут не нравится. Да. В детстве так пофиг, если бы я полез в любую, да. А сейчас как-то уже... Уже да. Когда ты поездил на моря красивые, покупался прозрачной голубой воде, знаешь, как-то уже... Нет, это другое. Нет такого запала, купаться, как раньше. Наверное, сложно. Даже на море когда, да? И то как-то уже реже. Ну, первые дни купаешься-купаешься, а потом уже не так, да? Но все равно на море-то воздух морской ты вдыхаешь. Даже не купаться полезно. А здесь-то что? Вот в Синьке сейчас стало гораздо кайфовее, чем на солнце. Раньше, блин, только на солнце. Не вытащить, загорать-загорать. Что, арбузик доставай? Уже? Рюкзак засунул? Вот его на чем резать только. Ножик маленький. На чем резать? На пакет не резать. Потечет? Ну, потечет. Пакет вообще для шкурки, для огрызков, да, надо? А для мусора тоже брать с собой что-то? Ну, мусорники тут недалеко, но надо донести до них все равно. Нож из машины. Острый хоть? Он острый. Всегда в машине лежит, на всякий случай. Тот аппарат, что я вам показывал, а кто-то не понял. Это не шило. Я не делал никому никакого ущерба. Это другая штука. Просто спускает воздух. Да, это просто выкручивает вентиля с воздухом. Там никакого ущерба нет. Это просто люди лишний раз будут думать, как накачать колесо теперь. А никакого прокола, ничего, ни ущерба нет. То есть, как бы, если кто-то не понял, просто могут. Скорее всего, кто-то не понял. Не знаю. Только хватит. Бля, я проиграл за тебя. Покажи, во что ты играешь. Динозаврика. Динозаврика, потому что тут нет сети нормальной интернета. Нет интернета, надо перепрыгивать. Ставишь личные рекорды? Что, тебе не щекотно? Щекотно. Все, накупались. Обалделись. Дети уже сами сказали, что можем ехать. Сколько мы пробовали? Частика два, Саш, больше? Два часа ровно. Ровно? Да. Ну и, в принципе, больше здесь делать нечего, да? Нет, у нас ехать на платное озеро тут. Надо ехать с утра. К восьми часам утра вставать или даже уже забыть. Взять надувную эту штуку, да. Все по полной. Взял с собой бутиков, термоса, воды. И вот на целый день до вечера. А так, фонтанно. А так там даже интернета не было, да, Саш? Что ж там делать? Не, ну когда ты не загораешь и не купаешься, надо было хотя бы книжку взять почитать. Кстати. Да. О, залет, походу, да? Походу, да. Ну вот, и подключаем вторые наушники. Я говорю, Саша, подключи сначала к себе, а потом, если хочешь, Милане отдашь. Начать с ракурсом? Зачем ракурс? Что, штрих-код надо? Я не знаю. Наведите камеру на лицо так, чтобы... Причем тут лицо? Зачем? Можно же за пальцем ткнул? Нет, подожди. Он распознал на карерпоц, видишь? Да. Оригинальное. Готово. А, все. А что было до этого? Ну вот они. Включено, видишь? И скоро тебе оповещение придет с этого... Смузык. Смузык, да, что можешь полугода пользоваться бесплатно. Видишь? Он их чувствует, он их видит. Это аэрпоц. Аэрпоц. Видела ли там у нас новые наушники? Крутые. Крутые. Крутые у меня. Старые. Вот старые. Вот это новые. Оставили, в общем, детей дома. Наушники у меня сели, которые попроще, новые сегодняшние. Они даже лучше. Я теперь в замешательстве. Ну, звук хороший, да? Сидят хорошо. Если они не сидят в ушах, лучше набрать эти. Именно в моих сидят они лучше. Потому что такие вот у меня уши. У нас на улице 33. Вам не видно, да? Отсвечивает. Как в Испании себя чувствуешь. Да. И когда вот едешь в такую жару и думаешь, блин, а реально ли тебе хочется летом в Испании? Здесь такая жара, там жара. Кажется, может куда-нибудь на север. Вот когда у нас идут дожди, да? Ты едешь, контрастно это ощущаешь. Да. Дожди, холодно. Да. Езжаешь, там жара. Вот я в отпуске. А так у нас здесь также трава уже выгорела. Та же жара стоит. И вот уже начинаешь задумываться. Конечно, море хочется, но... Вот, мы едем сейчас, Саша, машину мыть. Кстати, смотрите, ветерочек, да? Может что налеять? Едем мыть, Саша, машину. Но я, если успею, прошвырнусь здесь. Ну, мне кажется, до пяти магазинов сегодня воскресенье. Посмотрим. Мы как-то с Миланой же уже раз обломались. Ну, а я начну с экшена. Экшена я точно успею? Еще до пяти минут двадцать. Может даже до шести. Вот я про что и говорю, что я что-то не могу запомнить, как они в воскресенье работают. Ой, смотрите, какие цветочки, да? Красиво? Гвоздички, или как они называются, маленькие. Вот эти семь пятьдесят тоже пышные довольно-таки, кстати, горшочки. До шести у нас время, все нормально. А что нам нужно? Ничего так и не нужно вроде, да? Вот это сейчас средства хвалят, правда? Pink. Можете что-то о нем сказать? Хорошая, нет? Это паста какая-то. И вот цена, смотрите, хорошая. Это для ванной. Может взять. Что лучше, паста? Может. Нетоксичная, видите, все прям такое хорошее. Нет, не взяла. У меня, знаете, вроде как всяких универсальных средств хватает и вообще всякого. Но мне почему-то кажется, что я про это средство что-то слышала. В общем, почитаю в интернете, посмотрю. А то вообще всякого мне что подряд не надо. Если бы знали, что он сто процентов хорошо работает, тогда другое дело. Что у нас тут? Декор, декор. Смотрите, какие мартышки. Ага. О, кстати, для украшений, да, коробочки? 2,99 стоит. Давай посмотрим, как внутри. О, даже с зеркалом. Надо было отсюда начинать. Остальное, в общем, до 5. Только экшн до 6. Купила влажные салфетки и все, пойдем дальше продуктовый. Ничего не сделаешь, ладно, как есть. А потом уже до Саши и до мойки дойдем. В Хему давно не заходила. Тоже закрыто уже. В общем-то, купила в продуктовом картошку, сок апельсиновый. Сейчас Саше позвоню, он уже тоже закончил. Хочу вам показать. Смотрите, предлагают работу школьникам и студентам. Но это в Нидерландах. Что тут имеется в виду? Наверное, 12 часов в неделю. И вот расценки по возрасту. Видите? В 16 лет 6-14. А в 20 лет 12-36. Вот так вот. Подумала, какая хорошая картошка. Картофельные блинчики надо пожарить. Вот Артем будет рад. Где там Александр? Он, по-моему, едет там дальше. А, ну и повидоры. И все. Больше ничего не купила. Думала, сейчас мне отходят кассы картофельные блинчики буду жарить. Но нет. Я же в Милане обещала еще за мороженым сходить. Милана сказал, угощает. И поэтому нас стало сразу больше, да? И Тимурка с нами. И булочка. Два шарика. Два шарика. Артема только дома нету. И булочка захотела. Сразу заморожена. Хотя мне кажется, тяжело ей будет. Ой, тяжело. Мы сейчас в такую жару далеко от дома с ней не ходим. Побежали, побежали. Ну ты сильно, ты не выдыхайся раньше времени. Нам еще в парк. Надо по воды ей взять бутылку. Дуньки этой. Вкусно. 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 Конечно, Милан, надо убирать. Булка наложила, пока мы тут наслаждались мороженым. Кто смелый? Мама? Смелый. Релакс на холодной плитке, да, булочка? Хорошо тебе, булочка? Хорошо. Я даже тоже полежала бы, если честно. Ну вот, блинчики пожарим, тогда полежим с тобой вместе. На холодной плитке. По совету вас, не помню, кто из вас, девочки, писал, три яйца бафнула туда. Выглядит неплохо. Но я, правда, насчет муки не помню уже, что вы там писали. Ой, зачем я выкопила? Муки на глаз сыпанула. Это уже последние, можно сказать, не самые красивые получились. Ну, которые, знаете, уже из нижнего вот этого тесто. Я ем. И я вспомнила, что у нас рыбка еще вот такая с майонезом. И знаете, очень неплохо сочетается. И вообще, блинчики получились очень вкусные. Вот реально. И даже Артем мне сделал комплимент. Сказала, что очень вкусные блинчики мама сделала. Они всегда неплохие, но сейчас прям особо вкусные. То ли правда из-за трех яиц, то ли из-за хорошего маминого настроения. Вкусные же? Да. Вы упали немножко из жизни. Делами важными, семейными занимались. Теперь все влюбились, кроме нас с Артемом. Ночные обжоры остались. Нет, на самом деле я, Саша, вместо каши в этот раз гречку с тушенкой на завтра делать буду. В термос. Артем себе решил стейки на ночь глядя. Ну, ему не во вред. Он такой худенький, что мне кажется, он может на ночь хоть слона завалить. Вот. Где там, Алиса, сколько осталось до конца таймера? Я всегда на Алисе засекаю. Алиса, сколько осталось до конца таймера? Осталась одна минута шестнадцать секунд. Замечательно. Молодец, Алиса. Так, покопалась тут переснов коробочках. Вот у меня средство для роста ресниц серым закончился. У меня еще два новеньких есть. Один вот такой, я им пользовалась. Мне понравился. И еще другой фирмы. Один там миллилитр всего, но его хватает на месяц точно. Больше, наверное, на полтора. А сейчас у меня уже подросли. Я каждый день не пользуюсь, где-то через день. Поэтому вот, достала новенький. А я булка не могу, балдею от нее. Знаете, другой раз такой, перед сном покопаюсь в своих коробочках и думаю, что такого новенького открытия интересненького достану, что-то новенькое. И прям настроение поднимается. Пойду, умоюсь, намажусь и спать. В общем, друзья, с вами прощаюсь за завтра. Всех обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok